Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня он будет посвящен двум небольшим городам. Первый находится в России город Кубинка, и второй город находится в Германии, город Зинсхайм. Огромное спасибо спонсору, который предложил провести такой обзор, сравнение двух вот этих вот городков. На что сделал он акцент, это то, что в этих городках находятся интересные военные музеи, которые мы с вами, наверное, более подробно постараемся как раз и рассмотреть. Ну и также посмотрим какие-то еще интересные места и погуляем по улицам, что я с удовольствием вместе с вами и сделаю. Итак, давайте начнем с города Кубинка. Город в Одинцовском городском округе Московской области России расположен в 63 километрах к западу от центра Москвы. Железнодорожный узел станции Кубинка-1 и Кубинка-2. Вот таким образом город выглядит со спутника. Начнем мы, конечно же, с автостанции, либо железнодорожной станции. В общем, что есть, то и мы с вами непосредственно посмотрим. Да, друзья мои, вот в Кубинке есть железнодорожная станция небольшая. Здесь же стоит вот такой на постаменте танк. Танк Т-42, да, М получается. Так, смотрим само здание. Зимний пейзаж, посмотрите. Интересное небольшое здание, но насколько интересная такая вот тоже архитектура. Кубинка-1, ну о чем мы с вами говорили. Здесь же, я так понимаю, рядом фюзеляж самолета установлен. Так, ну почему вот этой военной техники много, я думаю, что не надо объяснять. В принципе, все об этом знают. Ну да, вот посмотрите, вот этот танк видно. Воздушный переход пошел. Поэтому не будем акцентировать внимание на этом. Давайте смотреть, все-таки интересные места. Так, перрон, перрон выполнен вот в таком стиле. Что ж, неплохо. Тактильная плитка и прям так отбивает очень хорошо. Здесь плиточкой выстлано все абсолютно. Очень хороший вид. Да, вот, кстати говоря, можем посмотреть, когда шла реконструкция прилегающей территории. Это было еще в 16-м году. Вот так. На сегодняшний момент, таким образом, выглядит вся эта территория. Ну что ж, здорово. Радует, что в таком прекрасном состоянии находится станция Кубинка-1. Посмотрите, есть навес достаточно такой массивный. Что, конечно же, является огромнейшим плюсом для ожидающих прихода поезда. Вот таким образом сейчас выглядит эта территория, я понимаю. И то, наверное, что-то еще не доделано. Вот здесь вот так огорождено это все дело. Ну да, вот уже 20-й год, сентябрь 20-го года. Более приятные какие-то виды. Так, что еще интересного есть. Есть такой вот кинотеатр, восьмерочка называется. Не знаю, почему он восьмерочка называется. Вот здесь премьера состоялась когда-то еще в 19-м году. История игрушек. Внутрь можем зайти, посмотреть, как выглядит все. Неплохие такие вот виды. Ночной вид. Здесь непосредственно вид в зале. Ну да, в принципе, хороший такой кинотеатр. Так, ну это всевозможные рекламные посты здесь расположены. Ага, ну вот, пожалуйста. Не так уж и много посадочных мест, но я так думаю, что он не один, друзья мои. Так как город, ну хотя в принципе 20-тысячный. Да, у меня вот город порядка 60-ти тысяч. У нас три кинотеатра. Два вот таких вот небольших и один прям вот довольно-таки огромный. То же самое. Ну вот внутри этого кинотеатра таким образом все выглядит. Так, вот тут мне сразу же попался храм Архангела Михаила. Такое вот строение интересное. Заходим внутрь. Здесь, конечно же, все в таком же каноническом стиле. И как и положено сделано. Так, здесь что-то происходит на улице. Ну, наверное, это крестный ход был. Хотя, в принципе, ночь. Может быть, это на крещение как раз купались люди. В проруби было такое мероприятие. Так, здесь вот водоем расположен рядом с этим храмом непосредственно. Часовенка. Ну, еще раз зайдем в храм. Ну что ж, смотрим. Центральный музей бронетанковой техники. То, что обещал показать. То, что заказчик просил обязательно показать. То же самое. Повнимательнее рассмотреть. Давайте с вами сейчас это все и посмотрим. Да, здесь собраны различные вот такие военные машины всевозможных, наверное, времен, скажем. Вот такая вот огромная махина. Мне почему-то страшнее смотреть на эти танки, которые делались там еще до Великой Отечественной войны. До Второй мировой войны. Вот посмотрите, как он выглядит. Какой-то он ужасающий. Может быть, по форме, не знаю так. Но мне кажется, он такую мощь какую-то представляет. И в те времена, конечно же, это было просто невероятное какое-то сооружение такое. Вот броня защищала здесь вот эти вот гусеничные все траки. Продумывали. Вот такой танк вообще интересный. Еще один танк достаточно старый. Так, я не спешу специально. Давайте рассмотрим эту военную технику. Хотя, в принципе, с одной стороны, конечно же, это все создано для убийства людей. Это страшная техника. Это страшные вещи. Вот это, посмотрите, какое сооружение. Все бы это использовалось ради какой-то учебы всего лишь навсего. Даже несколько не так сказал. Не то, чтобы учебы, а каких-то соревнований. Там, знаете, стрельба по мишеням из этих вот орудий всех уникальнейших. Посмотрите, какое здесь ядро или что тут вылетало в то время. Ну, жуть, конечно. Вот на улице, на постаменте стоит танк непосредственно. Так, вот здесь уже более современные. А, ну да, это, в принципе, то, что вот немецкие танки использовались. Они во времена Второй мировой войны. Так, ну это вот более древние. Тоже такое интересное. На заклепках, такая на заклепках машина сделана. Вот это вызывает больше какой-то даже смех, улыбку, странные сооружения. Хотя техника была тоже создана для уничтожения людей. Посмотрите, какая здоровая махина. Просто невероятно огромнейшая. Вот стоит человек. И по сравнению с ним, какая огромная техника. Так, вот здесь расположен вот такой монумент, памятник. Я так понимаю, наверное, это погибшим танкистам. Да, вот сорвана башня по типу. Идут вот лента гусеничная. Да, здесь снаряды также находятся. Да, жутко это все. Война это вообще жуткое дело, друзья мои. Просто не дай бог. Брят сует оружием очень часто сейчас тоже. И даже не задумываясь о том, какие могут быть последствия. И вообще, что это такое. И что убийство это страшная вещь вообще. Ну, давайте просто посмотрим эту технику. Так, я думаю, что это тоже вот эти все танки. Я не разбираюсь в этом, честно вам скажу. Думаю, что вот эти танки все были тоже в Вторую мировую войну. Опять немецкие. Кто там? Тигры, пантеры были. Помню, вроде бы такое название есть. Вот такой танк. Хочу сказать, что экспонатов достаточно много. Все-таки находится вот в этом музее. Ну, видно, что он довольно-таки большой. Такой ангар создан. Что ж, конечно же, это и приятно. Это история, в любом случае, конечно же. Это, в любом случае, история, ну, не только, допустим, СССР, там, да. История России современной, ну, история всего мира, в принципе. История танкостроения, история инженерной мысли, хочу вам это сказать. Ну, и еще один момент. Это напоминание будущему поколению, настоящему поколению. Какая страшная техника была, какая была страшная война. Сколько этих войн было страшных, сколько погибших было в этих войнах. И просто, не дай бог, чтобы они еще раз когда-то повторились. Чтобы это вот было в качестве экспонатов, еще раз говорю. И все это использовалось всего лишь навсего на каких-то там соревнованиях, возможно. Тренировках, просто стрельба по мишеням. Ни живым мишеням, ни в коем случае, друзья мои. Все это очень и очень жутко. Вот так вот ребеночек стоит, вот девочка маленькая. Конечно, для нее это все интересно. Для нее это все необычно пока. Но, тем не менее, все это связано с болью, страданием и горем. Ну, ладно. Что-то меня сегодня как-то это чуть-чуть занесло. В принципе, в любом случае, конечно же, инженерная мысль здесь величавая. Вот так вот сделать такую технику и для тех времен, знаете, конечно же, без компьютерных каких-то расчетов. Это надо быть талантом, обладать великим. Уметь это все рассчитать. Конечно же, очень здорово. Стоит только гордиться такими людьми. Потому что такие люди были, существовали. И способны были творить вот определенные такие вещи. Ну, опять же, знаете, вот эта инженерная мысль, она, конечно же, величава была в то время. И не только создавались какие-то вот эти военные объекты, такие военные техники мощные. Создавалась и гражданская техника, которая помогала людям просто жить, выживать, работать, облегчала труд людей. И ух ты, смотрите, какой танк вот здесь вот расположен. Танк МС-1Т-18. Вот так. Я вот такой вот первый раз, друзья мои, вижу на самом деле. Вот, опять же говорю, вот такие вот вещи больше вызывают, конечно же, даже какую-то улыбку, смех. Такое чудное сооружение. Вот еще что-то похожее. Ну, в общем, вот такой интересный музей. Очень огромное количество военной техники, даже не спорю. Достойный музей. Мы посмотрим также этот музей и в Зинсхайн. Что в Германии обязательно тоже там что-то подобное есть. Заказчик мне об этом говорил. Я с роликом затянул, конечно же, очень сильно. Но вот просто-просто не успеваю. Некоторые моменты есть. Основная работа, друзья мои, кто заказывает ролики, то, что поздно выходит. Просто вот не обижайтесь. Приношу свои извинения. Так как занимаюсь не только одним там каналом. Канал для меня это просто хобби. Самому интересно полазить, посмотреть какие-то интересные места во всем мире. Благо, вот такая возможность сейчас есть. И с вами поделиться, прокомментировать, обсудить что-то. Это просто как бы развлечение. Так, основная работа, друзья мои, командировки. И, к сожалению, не всегда получается вот вовремя выполнять заказы. Ну что ж, теперь отправляемся в Германию. Город Зинсхайм. Город в Германии. Районный центр расположен в земле Бадена-Вютернберг. Подчинен административному округу Карлс-Руэ. Входит в состав района Рейннеккер. Население составляет 35 392 человека. Официальный код, ну, я думаю, этого нам не надо. Город разделяется еще на 12 городских районов. Вот таким образом он выглядит со спутника, друзья мои. Ну, по Германии тоже не так уж и много изображений. Мы сейчас смотрим несколько интересных мест. И потом тоже гуляем, гуляем чуть-чуть по улице. Также в городе Зинсхайм есть железнодорожная станция. Давайте ее посмотрим. Вот здесь вот такой переход. Да, конечно, значительно отличается от Кубинки, чем, посмотрите, здесь, если в Кубинке железнодорожный, вернее, воздушный переход, да, был, в принципе, огорожен пропетами такими, какими-то железными прутями, то здесь уже, конечно, все это в стекле более культурно сделано. Ну, да, что там говорить про немцев, конечно же, они очень придирчивы к мелочам, очень педантичны в этом вопросе, и поэтому, конечно же, будет отличие, я и не спорю. Так, прилегающая территория, перрон. Ну, в принципе, чем хуже перрон в Кубинке, да ничем. Вот здесь тоже, вроде бы, какие-то навесы есть, я так понимаю, но они очень маленькие, там получше было. Ну, и перрон сам выглядит, да, вот асфальтное покрытие, а в Кубинке вообще все сделано в плитке. Так, ну, вот таким образом есть навес, вот он. Ничем не лучше он, чем в Кубинке, в принципе. Ну, это ладно, давайте просто сделаем больше все-таки обзора, потому что я уже особо не сравниваю, а мы смотрим просто какие-то похожие города, так интереснее. Можно отдельно города также, конечно же, просматривать, но вот, я говорю, так больше интереснее, когда они более похожи. Так, сама станция, я так понимаю, вот это вот здание стоит здесь рядом, хотя, может быть, я ошибаюсь, как-то вот и не очень, чтобы рассмотреть эту станцию. Так, ну, начнем пока с музея часов, такой небольшой частный этот музей расположен в городе. Представлено несколько видов часов, вот здесь всевозможные формы. Ну, и посмотрите, вот это вот в виде ветряной мельницы, просто шедевр, просто произведение искусства, молодцы, люди, как вот до этого-то уже додумались и могли это все сделать. Есть, конечно же, очень старые часы, мы видим, есть более современные. Вот в такой оправе, дополнительно еще там мы видим циферблат, ну, чуть-чуть скрывает определенную какую-то картину. Вот здесь вот часы, посмотрите, все, в принципе, тоже очень хорошо выглядят и находятся вот в такой керамической оправе. Вот здесь часы с маятником висят. Кстати говоря, очень-очень, конечно, интересная вещь. А вот это вот, посмотрите, часы именно вот с такими гирями. Да, очень популярны были, помню, у бабушки в доме были часы с гирями, там пушка куковала каждый час, по-моему, или что-то там как-то можно было бы настроить ее там, чтобы она куковала. Ну что ж, ну давайте теперь уже отправимся в музей техники в городе Зинсхайме, что в Германии. Так, здесь есть вот и выставочные залы под открытым небом, представленные вот такие вот самолеты, ну, вот более современная техника, скажем так, представлена. Вот такие маленькие самолетики, времен тоже и военных, посмотрите, и более современных, аэрофлот вообще СССРский, вот такой вертолет представлен, здорово. Ох, я прям думал, что это панорама, хотелось покрутиться, посмотреть в этом зале, вот представляете, машинально. Ну, потому что на самом деле интересно, посмотрите, какие выставочные залы здесь, посмотрите, какая техника вообще. Ну вот самолет вот так вот представлен, здорово. Вот смотрите, можно зайти в кабину, здесь все абсолютно вот так вот, вот это подумать только, друзья мои, вы посмотрите, это как можно, это что, за всем за этим нужно следить, когда летит самолет, это что тут вообще, это о чем? Посмотрите, сколько различных тумблеров каких-то тут, да? Включателей-выключателей, каких-то раций еще дополнительно. И еще плюс, как-то нужно этим управлять, я в шоке, друзья мои. На самолете ни разу не летал, честно говоря, в Air France. И даже не представляю, как это можно, хотя родственник летчик, на самом деле. Так, ретроавтомобили представлены, посмотрите, какие. И вот так вот, интересно, шесть колес, ну надо же, здорово выглядит. Вот такой еще музейный экспонат. Да, посмотрите, тоже много изображений. Вот хорошо, мне радует, чтобы мы смогли с вами здесь более детально рассмотреть этот музей. Ну вот видите, здесь наряду то, что мы видели в Кубинке, здесь, конечно, достаточно много современной техники, допустим, гражданской техники так же много. Ну, есть и военная, то же самое. Я вот пролистал немножечко, увидел, что она присутствует, конечно же. Так, вот такой вот самолет, ракета, как его назвать правильно, не знаю. Нет, это, конечно же, не самолет. Да, это движется, движется по земле явно, с большой скоростью. Так, вот такой самолет, это, скорее всего, амфибия. Посмотрите, сколько вот здесь техники внизу. Самолет подвешен, фюзеляж. А внизу то же самое, военная техника, гражданские автобусы представлены, полиция, классический автомобиль. Ну, здесь, вот я говорю, здесь, конечно же, более современное что-то представлено. Ну, вот есть военная техника, пожалуйста, то же самое, даже вплоть до запчастей. Вот здесь, так, что это, манекен? Да, скорее всего, манекен сидит так же в автомобиле. А вот какой интересный мотоцикл. Это бронемотоцикл, да, я так понимаю, посмотрите. Да, некоторые фильмы показывают и вот такую технику, то же самое. Ну, вот тоже, понимаете, насколько инженерные мысли сработало, чтобы изобрести вот такую вещь. Ну, не знаю, для чего это делалось, для проходимости, наверное, то, что он на гусеницах. Ну, скорее всего, да. Так, здесь военная тематика, тоже люди в форме представлены, всевозможные какие-то вещи. Вот это вот, что там, фауз-патрон, по-моему, да, если не ошибаюсь. Макеты танков представлены. Давайте ретро-автомобили еще посмотрим. Вот таким образом выглядит. Ну, я так понимаю, что тут, конечно, уже тоже двигатели все-таки внутреннего сгорания, а не какие-то тепловозы. Военная техника тоже представлена вот здесь, можем наблюдать. Ну да, вот грандомет. Военная форма. Ну, знаете, я больше все-таки по гражданской технике люблю посмотреть, нежели военную. Конечно же, еще раз говорю, это история. Забывать нельзя, нельзя повторять ошибок наших дедов. И не дай бог, чтобы это все повторилось, не надо, не надо никаких войн, друзья мои, давайте жить дружно. Ну, здесь в основном самолеты пошли. Еще раз зайдем в павильон, давайте. Гоночные автомобили, спорткары. Так, здесь давайте посмотрим. Ну, то же самое, в принципе. Вот только как их опять же рассмотреть, что они вот тут на постаменте на таком расположены. Вот чисто, наверное, вот фотографировали. Здесь какая-то лестница проходит, может быть, можно как-то рассмотреть. Столько всего много, смотрите, тут вот военно-полевая кухня развернута. Вот музей просто насован экспонатами, чего только нет, посмотрите. Вот тут настолько внимательно надо все это разбирать, проходить, просматривать, что, наверное, и дня-то не хватит в целом. Вы посмотрите, сколько техники. Ну, это же вообще. Да, здоровский музей, конечно, в городе Зинсхайм, что в Германии. Ну, нам двигаться нужно дальше. Вот это вот что-то такое вообще непонятно. Это тоже техника? Такое колесо. Ну, да, что-то управлялось, наверное, можно было ехать. Ну, первый раз такое вижу, друзья мои. Вот спасибо заказчику, что посоветовал провести такой обзор сравнения. Так, тоже тут какой-то двигатель, что ли, поставлен. Вот некоторые вещи, которые я даже в жизни, друзья мои, не видел. Вот так. Так, тоже довольно-таки много военной всевозможной гематики. Броне автомобили расположены. Так, ну, гражданская техника. Такой бульдозер. Ну, по-моему, этот самолет мы с вами уже видели. Поезд. Да, вот кабина, конечно, самолета меня очень сильно удивила. Сколько всего. Нет, конечно же, я знаю, что там очень много этого всего. Но вот так вот воочию очередной раз, когда смотришь, это просто безумие. Как там можно все это усмотреть? Как этим всем можно управлять? Вот, где тоже, конечно же, мысли должны работать, должны быть светлыми, чистыми. Смотрите, какую ответственность летчики несут, когда летят. Когда везут пассажиров. Это же вообще, это нужно так думать. Вот, посмотрите, это поднятый, наверное, из земли или из воды откуда-то фюзеляж самолета, который, скорее всего, был сбит во времена Второй мировой войны. Да, это, конечно, уже даже жуткая картина. Так, ну что, заканчиваем гулять мы по музею. Очень много интересных экспонатов, не спорю. Еще раз говорю, спасибо огромное заказчику. Я прям с удовольствием вместе с вами погулял по павильонам, посмотрел. Уже начинаем просто вот тут повторяться, поэтому не столь интересно. Хотя, почему интересно? Мне кажется, проходить можно несколько дней, и все это не запомнишь. И будет каждый день, зайдешь, и все будет как будто бы заново, потому что огромнейшее количество экспонатов. Вот каток. Вот каток, который помогает укладывать дорожникам асфальт. Вот так вот здорово выглядит. Выглядел когда-то. Ну вот макет даже тепловоза или паровоза, не знаю, как правильно назвать его. Ага, а вот здесь, смотрите, танк в разрезе. Вот интересно. Так, ну вот как-то очень странно. Либо он пострадал, его частично реконструировали, наверное, и оставили вот такие вот разрезы, чтобы увидеть, да, что внутри там происходит, происходило. Ну да, на самом деле, вот такая подсветка, посмотрите, как он полностью огорожен. Вот смотрите, чтобы внутрь не залазить, не залазили посетители, не лезли, особенно дети. Тут можно травмироваться, острые углы этого железа всевозможного. Но зато можно рассмотреть вполне, как вот внутри все это выглядело. Такая военная техника тоже. Ну вот, побывали мы, в принципе, в музее техники в городе Зинсхайме, что в Германии. Также экспонаты вот здесь вот некоторые стоят на улице. Понятно, как и в Кубинке, то, что мы с вами наблюдали. Ну что, возвращаемся в Россию, город Кубинка, и давайте чуть-чуть погуляем по улицам. Не знаю, будут ли тут современные какие-то новые снимки или нет, старые. Ну, давайте вот что есть. Вот точные есть панорамы, и, скорее всего, это будет более современные. Ну что, я хочу сказать, друзья мои, 16-й год всего лишь на все вот такие вот панорамные съемки существуют. Конечно же, это никуда не годится, я согласен, столько времени уже прошло. Здесь видно, что вот дома заново, да, происходила реновация уже в то время, а вот прилегающая территория пока выглядит жутковато. Поэтому не будем мы акцентировать так же внимание. Давайте сейчас еще что-то, может быть, поинтереснее найду, посвежее. Ну вот, друзья мои, хочется что-то посвежее посмотреть. Вот есть, допустим, опять же, апрель 21-го года вообще. Ну вот видите, как ночные съемки, ничего толком рассмотреть невозможно, конечно же. Вот это вот обидно. Ну вот, либо изображение внутри каких-то зданий. Вот есть, допустим, такое изображение мая 19-го года, да, хорошо. Но это всего лишь навсего какие-то торговые ряды и все. Ну давайте пройдемся по 16-му году, хорошо. Вот в один из районов, это спальный район достаточно такой, 16-й год. Видно, что, конечно же, еще раз повторяю, фасады, вот здесь домов производится определенная реновация. Выглядят они неплохо, с прилегающей территорией несколько проблематично. Тротуары неплохие, но вот с дорожным покрытием тоже не совсем уж прям все здорово. Вот так выглядят дома. Давайте пройдемся дальше. Прилегающие территории, подъезды, ну в принципе, достаточно неплохие. Есть какие-то зеленые вот такие вот заборчики расположены здесь. Как обычно, обращая на это внимание, так как очень нравится самому это все. Классические, в принципе, постройки. Ну а состояние, состояние тоже фасадов неплохое. Здесь вот, конечно, неизвестно вообще, куда я попадаю. Просто без комментариев. Такие места страшно смотреть. Это вот что такое? Здесь то же самое. Ну, 13-й год, ладно, спишем это все на прошлое. Ну вот это, друзья мои, единственный, наверное, такой спальный район, который мы с вами посмотрели. Все остальное, какое-то производство, какие-то цеха и так далее. Вот здесь май 19-го года, такой большой оживленный достаточно перекресток. Но уже видим, больше присутствует частного сектора. Здесь торговые ряды. Давайте на нем покрутимся. Хорошее дорожное покрытие. Можем пройти вот к этой пятиэтажке. Или сколько тут? Довольно-таки большая. Девятиэтажка, да, современной постройки. Новостройка. Посмотрите, как интересно, в виде волны вот такой вот сделано. Хорошо. Так, здесь производственная опять. Полиция. Вот больше, наверное, я говорю, жилых каких-то многоэтажек и не найдешь. Ну, а что касается частного сектора, не думаю, что он там также свежий. Ну, давайте все равно посмотрим, как он выглядит. Здесь пятиэтажка, что и все представляет. Тоже 19-й год. Да, определенная реновация, может быть, и была, но какая-то слабая. В принципе, хорошее дорожное покрытие по-прежнему. Вот проходим по улице. Ну, вот смотрите, да, когда я говорил о том, что нет определенных изменений, там, с 16-го, с 13-го года, нет, изменений есть. Город, конечно же, намного лучше смотрится, нежели то, что мы видели более старое изображение. И придомовая территория, и сами домики, в том числе и дорожное покрытие. Посмотрите, насколько лучше стало. Ну, а что касается частного сектора, друзья мои, здесь 13-й год, ну и какого-то тут великого-великолепия мы, конечно же, и не увидим. Также его не так уж и много отснято, к сожалению. Ну, а состояние, в принципе, вот оно, примерно вот такое. Я думаю, что все ясно, и дальше продолжать не стоит. Просто без комментариев. Ну, что ж, давайте перенесемся в Германию и несколько видов по городу Зинсхайм. Также пройдем сначала по более широким улицам, давайте. Уж прям самый центр даже не смотрим. Но, по-моему, различия уже заметно достаточно. Вот после просмотра вот этой улицы можно дальше никуда не ходить. Различия связаны, я имею в виду, с Кубинкой. Все, по-моему, уже и так предостаточно. Можно на этом еще посмотреть, где это частный сектор, и на этом ролик можно заканчивать. По-моему, все понятно. На самом деле, не ожидал от Кубинки какой-то такой вот запущенности, которую мы видели. Вот здесь июнь, июль 19-го года тоже самое. Вот, таким образом выглядит одна из главных улиц. Ну, еще давайте посмотрим несколько изображений. Конечно же, классические постройки вот такие, здоровскими фасадами. 18-й год. Видно и качественное дорожное покрытие, и тротуары, и ливневочки везде сделаны. Вообще, без проводов везде все вот эти вот светильники стоят. Вот они, столбы фонарные. 30 километров ограничения. Ну, вот что-то, как знаете, вот этих столбов достаточно мало. Боюсь, что в ночное время, может быть, здесь и темновато будет. Ну, хотя, может быть, ошибаюсь. Ведь же везде вот здесь все витрины светятся, и довольно-таки светло. Ну, здесь перешел фактически на окраину. Хотел, может быть, найти какой-нибудь, как говорится, треш, но ничего такого особенного не вижу. Везде плитка, везде асфальт, чистота идеальная. Ну, и здесь, конечно же, какая-то торговая точка, какой-то, наверное, может быть, даже большой торговый центр. Ну, вот совсем на окраине мы находимся. Здесь тоже стоят несколько многоквартирных домов. Таким образом, они выглядят за минусом, что да, некоторые моменты по фасаду вот присутствуют проблематично. Так, ну, а это я больше, чем уверен, это больница, скорее всего, атрибутика присутствует. Ну, а что касается частного сектора, ну, фактически ничего не могу, друзья мои, поделать. Его фактически нет. Вот опять на окраине где-то и изображение только, только, только вот внутри какого-то помещения. Ну, а в заключении мне хотелось бы показать по Германии еще очень интересное такое место. Оно здесь, вот, не указано никакое название, ничего. Думаю, что это может быть какой-то пансионат, дом отдыха. Даже не знаю, что это такое, лечебница. Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание, какие здесь замечательные виды. Вот здесь мы попадаем внутрь этого здравительного центра. Посмотрите, вот такое чувство, как будто бы где-то в Дубае. Не просто так это все здание внутри, да, здорово выглядит все там современной отделкой, но посмотрите, как продумано. Еще дополнительно идет озеленение. Это же просто невероятно. Смотрите, как уютно. Здесь непосредственно бассейн, я так понимаю, присутствует. Да, есть вот определенное какое-то затенение, в принципе. Частично затеняет для отдыхающих. Посмотрите, какие места. Просто невероятно. Вот я говорю, это такие виды, как-то вот просто интересно стало. И просматривал где-то в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти вещи наблюдал. Что именно, да, вот при пансионатах вот таким образом растут везде экзотические, плюс еще экзотические растения. Вы подумаете, в Германии экзотические растения, да? Откуда, казалось бы, в тропиках такие должны расти. Они здесь растут, все, умеют ухаживать. Да и плюс еще вот среди бетона, стекла, все это присутствует. Смотрите, какая красота. Да, в таком месте отдохнуть очень было бы здорово. Кроме всего прочего, есть открытый водоем. Я так думаю, что вполне в нем можно и купаться. Вот работают фонтаны. Единственное только, да, могу сказать, что люди-то совсем отсутствуют. Где отдыхающие? Может быть, это специально было снято для того, чтобы показать без людей, как все это выглядит. С другой стороны, ну хотя бы одно фото посмотреть. Отдыхают ли здесь вообще немцы или нет. Вот такой центр. Да, всего полно. Огромное количество. Вот здесь столовая видно. Очень уютно везде, очень уютно и здорово. Ну, посмотрите, какие замечательные места. Такой бьет фонтанчик. И общий вид еще, хочу обратить внимание еще на кое-что. Общий вид на вот эти все лужайки. И посмотрите, даже здесь. То есть, это вот, если сейчас посмотреть где-то рядом с Кубинкой, это все было бы зарощено. Здесь бурьян, здесь сорняк. Жутчайший бы стоял. А здесь, посмотрите, все вот так выглядят. Вот эти овражки. Вот эти вот луга ухоженные. Больше чем уверен, что уход ведется даже за деревьями. Посмотрите, как они выглядят. Да, возможно, так и растут, не спорим. Вот такая территория вот этого места. Для отдыха. Часы висят. Ну, единственное, только нет людей. Вот это меня напрягает. Непонятно, для чего это вообще сделано. И кто здесь отдыхает, и когда. Ну, может быть, кто-то опять же будет просматривать. И знает, что и как на самом деле происходит. Вот, посмотрите, бассейн тоже здесь уже под открытым небом. Но вот это вот впечатляет. Смотрите, какой порядок. Ну, что же, друзья, на этом, наверное, такой позитивной ноте буду заканчивать свой обзор сравнения. Всем огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много чего интересного. Не забывайте ставить лайки. Все. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok